всем привет вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком и рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков же очень много чтобы вы не потерялись не растерялись в плейлистах собраны небольшие коллекции до под название плейлистов это будет вам намного удобнее надеюсь видео вам понравится вы оставите свои лайки напишите комментарии не забудьте подписаться на канал чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда появятся новинки на канале своим постоянным зрителям подписчикам подписчица мастерам мастерицам отдельный привет слова благодарности вам и большая группа поддержки спасибо за ваши комментарии за ваши отзывы я сегодня с новым узорчиком с ниточками с которым уже работали это yarnart baby это же yarnart baby просто перемотанный моточек уже это стопроцентный акрил кто еще не работал с ниточками смотрите стопроцентный акрил моточки здесь небольшие 50 грамм 150 метров есть моточки больше 100 грамм 300 метров это тоже самое цвет цвет очень интересный очень как бы сложно его описать до чайная роза может быть 3017 цвет и нам говорит производитель берите крючок три с половиной миллиметра вот мы берем нашу рабочую лошадку три с половиной миллиметра и так кто-то на канале знает что дело небольшие образцы буквально в районе 30 петелек сегодня получается раппорт узорчика будет 3 петельки но мы с вами получается наберем дополнительно еще две кромочные петельки и того давайте наберем 32 воздушные петельки начнем с именно с этого цвета цвет очень необычный цвет прикольный красивый и на камеру в принципе выдает такой же как он есть самом деле и так вначале делаем петельку фиксации есть мы ее путь это при наборе петелек не считаем а теперь 32 воздушные петельки поехали раз два три есть теперь смотрите делаем одну воздушную петельку отсчитываем от крючка вторую петельку 1 2 и вот в эту вторую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида есть следующую петельку ныряем вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида следующую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида и так мы делаем с вами до конца ряда и контролируйте себя да если вы набрали точно так же как я 32 воздушные петельки должно получиться 32 столбика без накида если вы набирали больше то количество столбиков должно быть равно количеству петелек да и если набирали меньше точно также то есть сами себя контролируйте все до конца ряда провязываем вот такие вот такой жгутик да получается у нас столбики без накида до конца ряда в конце да я вас встречаю да не сложно давайте смотрите провязали мы наш скажем первый ряд жгутик такой да и вот довязали до последнего столбика и здесь я хочу присоединить новую ниточку смотрите я оставляю на крючке 2 петельки и новички кто еще не знает смотрите всегда когда остаются последние две петельки неважно какого столбика с одним с двумя с тремя накидами мы провязываем именно последние две петельки новой ниточкой и получается что ряд у нас ведь еще такой вот как чайная роза да а в вязание уже белая ниточка есть далее по узорчику три петельки подъема 1 2 3 далее смотрите подтягиваем нашу эту темно-розовую до подтягиваем беленькую и переворачиваем наше вязание поворот вот мы провязали 3 петельки подъема вот этого первого столбика поэтому теперь мы ныряем верхушку второго столбика и провязываем столбик с накидом есть следующего столбика нырнули верхушку и провязали столбик с накидом то есть мы ныряем вытягиваем и . и по и вот так вот мы делаем до конца ряда в эти три петельки подъема это тоже нас имитация столбика все давайте вот так вот до конца ряда ряд несложный то есть весь ряд столбиками с накидом сами себе считайте моем случае у меня было 32 получается столбика без накида должно быть получится 32 столбика с накидом все давайте до конца ряда в конце ряда я вас тричу так смотрите как ровненько аккуратненько у нас получается весь ряд на провязали столбиками с накидом и пас после последнего столбика смотрите делаем так вот воздушную петельку подтягиваем ниточку и оставляем белую нитку теперь переключаемся нашу вот эту вот ниточку ну так скажем темно-розовую чайная роза да и смотрите переключаемся как для того чтобы мы просто сами не резали ниточку да поэтому мы так и сами сделаем если хотите если вам удобно можете отрезать ниточку и перепрыгивать да на следующий ряд итак я переключаюсь вот так вот в третью петельку подъема присоединяю нашу розу и провязываю все присоединились теперь смотрите моя задача сделать воздушную петельку и сюда же столбик без накида есть далее идем раз два три 4 5 видите до верхушки столбиков вот мы ныряем верхушку первого столбика провязываем столбик без накида считаем 1 2 3 а теперь внимание смотрите делаем накид и вот наши три столбика которые мы только что провязали да мы возвращаемся к первому эту столбику не кромочном а вот этому первому столбику внимательно дайте подтягиваем так вот петельку возвращаемся к первому столбику и окружаем его как мы провязывали рельефные лицевые столбики то есть нас столбик находится перед крючком беремся аккуратнее чтобы на было поудобнее до вытягиваем вот так вот ниточку и подтягиваем ее не провязываем держим на крючке понятно дальше накид точно так же делаем вот со вторым столбиком возвращаемся к нему точно так же как рельефный лицевой захватываем поначалу кажется неудобно потом приноровитесь быть и вытянули опять и точно также с третьим столбиком вот так вот захватили вытянули вот сколько у нас петелек на крючке до 3 петельки 3 накида теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали нет то есть вот у вас получается такая лапка которая как бы немножко в кривь в кость смотрит надо провязать несколько еще таких лапок чтобы вас полу полу вы увидели как будет красиво и так вот получается смотрим столбик без накида мы провязали значит приступаем к следующему столбику провязываем опять три столбика без накида 1 2 3 а теперь видите вот мы три столбика провязали белых 1 2 3 теперь следующие наши столбики 1 2 3 возвращаемся опять подтянули ниточку немножко накид вернулись к первому столбику из 3 захватили ниточку потянули 1 накид ко второму вернулись столбику потянули 2 и к третьему столбику потянули 3 понятно теперь все петельки вместе провязали и обязательно обязательно зафиксировали вот вас будет наскосок таки получаться интересные лапки все и так далее точно также три следующих столбика 1 2 3 провязали столбиками без накида делали небольшую петельку я подтянули накид и возвращаемся опять к нашим столбиком 1 2 3 к первому столбику вернулись и захватили ниточку вытянули потянули хорошенько накид ко второму столбику вернулись потянули ниточку и к третьему столбику вернулись потянули ниточку все три петельки провязали зафиксировали и опять следующие столбика без накида 1 2 3 несложно несложно обязательно попробуйте приноровиться как бы надо просто чик 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 и у вас получится хорошо все давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я встречаю так смотрите вот провязали наш первоначальный ряд красоты наши до непонятны но уже красоты и так заканчиваем ряд провязываем получается столбик с накидом в последний столбик белого ряда и продолжаем наше вязание этой же ниточкой воздушная петелька поворот провязываем в этот же столбик в этот же столбик столбик без накида далее смотрите внимательно у нас с вами получается вот наши вот эти вот три петельки да мы провязывали вместе вот это их общая верхушка берем все за верхушку провязываем столбик без накида и далее получается один вот этот столбик мы пропускаем следующий столбик провязываем столбик без накида теперь получается в следующий столбик опять провязали столбик без накида верхушка 3 петелек столбик без накида вот этот столбик пропустим следующий столбик столбик без накида то есть по итогу у нас должно получиться с вами 3 столбика так то есть как у вас аэропорт узорчика три столбика три петельки то есть по три столбика и так еще раз столбик без накида там где у нас три петельки провязываем за одну верхушку столбик без накида 1 столбик пропускаем и следующий провязываем столбик без накида и так далее до конца ряда столбик без накида до 3 петелек столбик без накида то есть там где три сами петельки за верхушку хватаемся далее после вот этих вот трех петелек столбик 1 пропускаем следующий столбик провязываем столбик без накида все и вот так вот столбики до конца ряда давайте в конце да я вас встречаю итак смотрите провязали мы до конца ряда до пересчитали 32 получается столбика в моем случае да и так вот последний столбик без накида провязали и точно так же делаем воздушную петельку подтягиваем ниточку и переключаемся на белую ниточку то есть чтобы у нас не было отрезков так и так наши задача сами в этой петелькой дотянуться вот до нашего получается столбика без накида то есть как мы можем это сделать мы можем либо сделать три петельки подъема до присоединиться либо просто петельку потянуть как вам удобней вот например об и дотянулись далее присоединяемся соединительной петелькой к нашему получается розовому ряду и теперь по узорчику 3 воздушные петельки 1 2 3 далее следующий столбик ныряем провязываем столбик с накидом и так далее в каждую петельку предыдущего ряда в каждую верхушку столбика провязываем столбик с накидом то есть белый ряд вообще несложный то есть ваша задача провязать полностью весь ряд столбиками с накидом то есть мы как каждый в каждый столбик ныряем и провязываем столбики ряд несложный давайте до конца ряда в конце да я вас встречаю итак смотрите вот такой несложный ряд все столбики с накидом и смотрите оставляю две последние петельки на крючке до последнего столбика здесь надо переключиться на новую ниточку вот я беру петельку свою розовую подтягиваю как мне необходимо на нужную длину и могу этой же петелькой провязать сейчас 2 петельки беленький видите все и переключилась то сильно розовую не тяните до беленькую можно подтянуть далее 1 воздушная петелька поворот и теперь провязываем сюда же ныряем и провязываем столбик без накида так это у нас получается будет первый наш столбик так скажем кромочный далее идут три столбика раз два три то есть будем провязывать точно так же как вот этот предыдущий ряд с лапками и так первый столбик 1 2 столбик 2 3 столбик 3 опять чуть-чуть подтянули ниточку накид и возвращаемся вот к этому первому столбику нырнули вытянули ниточку как рельефном столбике до подтянули ниточку далее следующую опять накид возвращаемся ко второй петельки то есть также окружили захватили как рельефный лицевой столбик подтянули не провязываем накид и точно также третьим столбиком подтянули не провязываем а теперь все три вместе провязали и обязательно зафиксировали три столбика провязали к садим к следующим трем столбиком 1 столбик без накида 2 столбик без накида 3 столбик без накида подтянули чуть петельку накид и возвращаемся опять первым второму третьему столбиком и так окружили первый столбик вытянули ниточку 1 накид окружили второй столбик уйти на литочку 2 накид окружили третий столбик вытянули ниточку 3 провязали зафиксировали все и так далее опять следующие три столбика 1 2 3 понятно да то есть у вас будет точно такой же ряд как мы привязывали отряд с лапками вот он не затейливо не замудрена но интересно все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю итак смотрите вот получились такие интересные лапки идем дальше делаем одну воздушную петлю закроет закончили дома ряд столбиком с накидом воздушная петелька поворот и сюда же ныряем провязываем столбик без накида а дальше вспоминаем да как мы вязали то есть мы там где нас три лапки соединяются до 3 вот эти петельки мы обязательно верхушку эту берем и провязываем столбик без накида далее следующий столбик мы после этих вот петелек лапок мы пропускаем и провязываем через столбик столбик без накида так далее опять перед лапками столбик провязываем столбиком без накида сами там где нас лапки провязываем столбиком без накида вот после лапок столбик 1 пропускаем следующий опять провязываем столбик без накида и так далее шагаем до конца ряда и у вас получится точно так же как мы провязали в предыдущем ряду смотрите когда вы провяжите столбики без накида полностью весь ряд до вот это вот не дочка то вы здесь получается забираете белую ниточку и проходите обратно вот такой вот ряд столбиками с накидом а потом получается опять переключаетесь непосредственно на вот эти вот лапки то есть розовая ниточка у вас идет сюда поэтому вы начнете провязывать пять лапки провяжите вернете столбиками без накида далее отсюда у вас начнется белая ниточка и и так далее так далее в общем увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим что в итоге получается получится очень красиво и необычно все давайте встречаемся через и кори дочков и так смотрите вот провязала получается несколько рядочков вот по итогу что получается вроде что обычно но необычно это такой вот небольшой рельеф за счет этих вот петелек смотрите изнаночка все ровненько все аккуратненько до узорчик получается одноцветным то есть вот такие вот как бы лапки небольшие как бы как звездочки да помните звездочки делаете кого пол пол звездочки интересно необычно можно одним светом можно двумя цветами тремя и так далее тогда давайте замерим и так если мы набирали 3 2 воздушные петельки если это же пряжа и тот же крючок это же плотность вязания у нас получается но 20 сантиметров с хвостиком а тот получается у нас сколько рядочков белый получается всегда у нас был один дарят 1 2 3 4 5 6 6 белых рядов и получается по два ряда вот таких вот и темно-розовых 2 4 6 8 10 это получается уже 16 и вот этот вот ряд 17 и 1 18 посмотрим это получается 13 сантиметров узорчик сам по себе очень простой только нужно приноровиться делать эти петельки и все вот он так вот тянется красота красота в копилочку ваших узорчиков кофточка ли кардиганчик ли возможно это будет чехол снуд возможно если сделать и разные полоски будет интересно до разным полочкам либо наоборот вот эта полосочка которая место белый вот эти полосочки будут разные то есть можно использовать остаточки ниточек то есть на ваше усмотрение смотрите используйте и обязательно пишите в комментариях куда можно применить данный узорчик где будет интересно смотреться а кто-либо если вязал данным узорчиком рассказывайте что в итоге у вас получилось какая красота и так надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки и комментарии пишите не забудьте подписаться кто еще этого не сделал потому что немного нового интересного нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда будет новинки на канале и под видео внизу справа здесь вы до находится стрелочка поделиться друзьями делитесь соц сетях с подружками с друзьями заранее спасибо большое ну и спасибо что смотрели видео до конца всем равных петелек до новых видео пока пока